Более 4000 военнослужащих нижегородцев обеспечили жильем за последние 6 лет. В текущем году жилищная субсидия предоставлена 63 военнослужащим. Также в июле в поселке Мульно-Владарского района Нижегородской области состоялось торжественное заселение нового общежития для малосемейных офицеров на 89 квартир. Реализация социально-образовательного проекта «Академиум» продолжается в Нижнем Новгороде. Нижегородцам и гостям города старше 18 лет, желающим принять участие в проекте, необходимо зарегистрироваться на сайте академиум.инфо. 7 декабря в 19.00 чтение лекций одновременно состоится сразу на трех площадках Нижнего Новгорода. Общероссийские рейды впервые пройдут во всех территориальных органах ФССП России в рамках акции «В Новый год без долгов». Он будет посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате. Судебные приставы посетят должников с целью проверки их имущественного положения и наложения ареста на имущество. Конкурс на лучшее праздничное оформление предприятий в свете елочных огней стартовал в Автозаводском районе. Среди предприятий района будут названы лучшие в нескольких номинациях лучшие украшения предприятия торговли, общественного питания, организации по оказанию услуг населению, промышленного предприятия. Конкурс продлится до 20 декабря. Итоги будут подведены в срок до 22 декабря. Театр Пантомимы «Скица» выступит в Нижегородском рекорде 13 декабря. Все представления «Скица» состоят из набросков. Удивительным образом каждый из этих набросков получается законченным. Из этих недосказанных скетчей складывается цельный спектакль, который пройдет в день рождения мастера Миши Вертлина. Нижегородец Артем Мальцев завевал золото на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Сыктывкарской лыжня. Он стал лучшим на дистанции 15 километров свободным стилем, обойдя спортсмена из коми на 15 секунд. Другой нижегородский спортсмен Петр Седов финишировал четвертым.